Здравствуйте! С вами Практика ТВ. Я Наталья Тиканова. Сегодня будем готовить быстрый вред. Какие нужны продукты? Три яйца, стакан сахарного песка и стакан луки. И повидло. Значит, начинаем. Разбиваем яйца. Аккуратненько делаем. Далее берем миксер. Разбиваем яйца до белой пены. Желтоватый такой. Постепенно вводим сахар в стакан сахара. Миксер становится еще более белым. Делаем до однородности. Миксер становится еще более белым. Ну, достаточно. И добавляем постепенно муку в несколько приемов. Буквально в три приема. Требетовый пен�� qualifyказ. Идем 180 кг. Делаем небольшой приемы. Надеюсь, не удовлетворяем. Гилет баллы. Утроем. Наразнение. Постепенно. Перемешивите рыхлак. Наразнение. Ну, первый этап у нас завершён. Далее берём противень, высилаем пергамент. Ну, пергамент лучше смазать оливковым маслом, чтобы легче отлипало тесто. Просто берём вот такой и смазываем, чтобы оно не было. Пергамент я вылизу в размер противня, чтобы края не подгорали при выпечке. Всё готово. Далее я беру тесто и разливаю ровным слоем по пергаменту. Всё тесто вливается на противень. Вот так. Далее беру плоский нож и ровно-ровно размазываю по пергаменту. Вот таким образом. Тесто получается меньше сантиметра толщиной. Это будет наш бисквит. Вот так я попробую. Так... Вот так вот. и ставлю в духовку, в духовку ставлю минут на 10, пока не зарумянится ну и так бисквит готов, выключаем духовку, достаем, готовность бисквита проверяется с деревянной палочкой если не налипает ничего, значит все в порядке так, берем, вытряхиваем на стол, смазываем все это дело повидлом повидло вот так добавляем немножечко, можно побольше плоским ножиком распределяем равномерно по всей поверхности пока тесто горячее, оно пластичное, мы сейчас его свернем в рулет вот, берем аккуратненько край, вот так загибаем края, конечно, подсыхают, это естественно и постепенно, отрывая перегамент вот так постепенно отрываем перегамент сопротивляется заворачиваем завернули следующий, только горячее как только остыло, уже ничего не свернется вот так и продолжаем закручивать рулет рулет сопротивляется ну, мы победим как и все что за мя, надо и немного оставляем чтобы он немного остыл принципе уже все готово и так мы скатали рулет вот такой аккуратненько теперь колбасочкой теперь мы просто посыпаем через ситечко и он приобретает уже такой законченный вид режем режем примерно сантиметра 3 толщиной дублетики